Привет, YouTube, с вами Павел. Тема сегодняшнего видео смартфон Samsung Note 10 Lite. Это не обзор, и я не буду рассказывать о его характеристиках. Это будут мои впечатления от него и его оболочки One UI. И первое впечатление касается миграции на него с другого смартфона. Samsung позаботился о том, чтобы это было максимально просто, и предлагает использовать для этого приложения Smart Switch, который запускается на обоих смартфонах и позволяет перенести данные в звонках, SMS, контакты, фото и так далее в полном объеме. За это Samsung большой плюс. С другой стороны, я смотрю на стоимость этих смартфонов, сравнивая их с аналогичной стоимостью 55-дюймовых телевизоров, в которых экран во много раз больше, операционная система часто та же, только GSM-модуля не хватает. И понимаю, что за такие деньги в комплект должен прилагаться не приложение, а целый инженер от компании Samsung, которая самостоятельно перенесет все данные без моего участия. Но этот рынок и смартфоны стоят столько, сколько за них готовы платить потребители. Третье впечатление касается того, что используется чаще всего биометрических датчиков для разблокировки. Сканер отпечатка в экране данной модели откровенно тупой. Даже если он распознает мой палец, что бывает далеко не каждый раз, то делает это очень не шустро. Плюс ко всему Samsung почему-то решил, что пользователям будет достаточно сохранить только три отпечатка. В итоге сохранить один палец два раза, как это советуют сделать многие, мне просто не хватило свободных слотов памяти. За это Samsung второй минус. Face ID, кстати, тоже работает далеко не идеально. Да и современная реальность с использованием масок тоже уменьшает его полезность. Плюс не во все банковские приложения реализован вход по Face ID, так что полноценной заменой отпечаткой пальца его не назовешь. Зато у данной модели есть настройка, позволяющая на время разговора переходить на использование мобильного интернета того же оператора, через которого в данный момент идет общение. И это очень удобная настройка для тех, кто для разговоров использует одну сим-карту, а для мобильного интернета вторую. В обычном случае при разговоре по одной симке вторая теряет связь, и интернет отсутствует. Особенно это часто досаждает в автомобиле, когда с кем-то разговариваешь по громкой связи, то навигатор перестает получать данные о трафике. У Samsung Note 10 Lite с этим проблем нет, интернет никогда не обрывается, так что ищите эту функцию в настройках и активируйте. Но если какие-то фишки для удобства использования Samsung добавляют, то некоторые наоборот игнорируют. Например, регулировка громкости боковыми кнопками не работает при заблокированном экране. Поэтому, чтобы сделать звук вызова громче или тише, вам придется сначала разблокировать смартфон. Для меня это в новинку не очень удобно. К тому же даже на разблокированном смартфоне невозможно перевести его в полностью беззвучный режим этими боковыми клавишами. Максимум, что получится сделать, это включить веб-развонок вместо звука. Для меня это также непривычно. Но хотелось бы отметить похвалой возможность раздельного вывода звука при подключенной Bluetooth-гарнитуре. Я долгое время просил разработчиков Яндекс.Навигатора добавить в свое приложение на стройку, позволяющую выводить звук подсказок навигатора строго в динамик телефона, несмотря на наличие Bluetooth-подключения громкой связи авто. Разработчики в Яндексе мои просьбы игнорировали, а я по этой причине не мог полноценно пользоваться Яндекс.Музыкой. Ибо если на мультимедийном устройстве идет вывод звука с Bluetooth-соединения, то звуки навигатора будут слышны там же. А если переключаешься на радио, то звук навигатора продолжает поступать по Bluetooth-соединению, но в колонках уже не звучит. С Самсунгом этой проблемы уже нет. Я спокойно слушаю Яндекс.Музыку, YouTube или что-то еще с выводом звука на акустику авто, потом переключаюсь на радио, но подсказки навигатора в любом случае идут в динамик телефона. За эту функцию, с учетом того, как долго я ее ждал, Самсунгу дважды респект. Кстати, про YouTube. Не знаю, в чем дело в телефоне, его софтовых настройках или в приложении YouTube, но громкость в нем существенно ниже, чем в других приложениях. В наушниках, если еще и ролик записан полушепотом, порой ничего не разобрать. Но я не уверен, что это проблема в телефоне, ведь в других приложениях все ок. Поэтому оставим этот нюанс без оценки. Также без оценки оставим интерфейс оболочки One UI без нижних навигационных клавиш. Честно старался перейти на использование жестов, промучился около недели и вернулся на привычный вариант с экранными кнопками. Но это субъективно, поэтому претензий к Самсунгу никаких. Наоборот, спасибо, что предоставили выбор. А вот за отсутствие возможности сделать скриншот экрана горячими клавишами или софтовой кнопкой разработчикам жирный минус. Так как жест ребром-радони требует второй руки, да и срабатывает через раз. Благо в линейке Note есть перо и с его помощью скриншот сделать существенно проще. Кстати, это единственный функционал пера, который я использую постоянно. В остальном его наличие для меня казалось практически бесполезно. Но это опять же субъективное мнение. Также мне не нравится, что после установки приложения операционная система всегда создает еще один домашний экран, даже если на имеющихся есть свободные места для ярлыков. Надеюсь, это поправят в будущих версиях или же подскажите, как от этого избавиться. Ну и напоследок пожалуюсь на разговорный динамик, который нужно четко позиционировать в ухо, чтобы хорошо слышать собеседника. Из-за постоянного шевеления телефона во время разговора очень часто датчик приближения включает экран и я ухом нажимаю кнопку удержания вызова. Пытался решить эту проблему отключения функции удержания вызова оператора связи, но пока безуспешно. Поэтому с радостью выслушаю ваши рекомендации по софтовому решению этого вопроса. На этом на сегодня у меня все. Это были мои краткие впечатления от перехода на Samsung Note 10 Lite и самсунговскую оболочку One UI. Спасибо, что досмотрели до конца. Если где-то ошибся, поправьте меня в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии к видео, задавайте вопросы. С вами был Павел, всем пока!